я приветствую вас на канале встречное мнение очень рад что вы заходите смотрите также смотрите шорт друзья не забывайте если заходите всегда ставить лайк ну а сегодня супер новость друзья андрей викторович караулов вы представляете в момент обысков его подмосковные на рафиминском районе частного дома находился в дубае когда на этот частный сектор приехало большое количество автомобилей полиции с разными обмундированиями вплоть до возможности штурмовать забор или там разрезать двери и в общем то как он утверждает напугали всех жителей этого такого маленького сектора он же сам находится в дубае в этот момент и находится в недоумении почему у него проводится обыск потому что он как бы является всего лишь свидетелем по делу которая была открыта следственным комитетом по заявлению от господина чемезова о том что на канале андрея викторовича караулова который потом был якобы удален так сказать бота фермами чемезова как он говорит полная версия сегодня он оправдывался и объяснялся на канале дождь друзья это то есть он себя очень упорненько приписал к моменту то что так и на него происходит в том же стиле какая так она собчак при этом он друзья скажет что он хотел он хочет договариваться да друзья он скажет он хочет договариваться будет оправдываться очень интересно я не знаю все попробую что нибудь какие-то кусочки поставить вам один за другим добрый день добрый день для все очень точно передали но есть еще одна деталь пожалуйста пока автоматчики было больше десяти человек ходили по дому искали там наркотики взрывчатку вокруг дачи было около 20 машин полицейских они всю округу перепугали то есть окружили дачу машинами полицейскими я так понимаю что люди спрашивали их только об одном ребят вам что делать нечего вроде как здесь не клаус шакал живет а журналист но они ничего не смогли ответить сказали у нас приказательный танк лучший в мире он на восточном фронте себя прекрасно проявляет ну и что-то в этом духе это вот так мне пересказал максим это моя гипотеза что вот такой ее текст а в шевченко разговоре где я спрашиваю куда же делись 25 мусорных заводов обещанных путиным на прямой линии сколько-то лет назад когда жители балашихи пристали президенту значит но это же не экология это уже онкология мы живем на помойке там страшный кошмар с этим мусором еще с советских времен свозили когда будут заводы перерабатывающие мусор или сжигающие мусор и ростех инвест взял обязательство до 21 года построить 25 заводов из них 4 мусоросжигательных завода по вокруг москвы дело в том что я так опытный человек я понимаю что может быть а у меня помимо того что 25 заводов не построена есть другие предположения кто убил мой канал на ютюбе двухмиллионный за каких материалов кстати все подтверждается со временем но это моя история мое расследование я предлагал дознавателю запросить google чтобы google московский честно ответил что забота ферма убила двухмиллионный канал карауловой с какого адреса шли эти жалобы это же миллион жалоб должен быть если не страйк и не второй страйк и ничего этого не было а просто кнопкой вырубили канал и все но я как опытный человек сказал ребят все что я сегодня говорю максим все что я говорю это моя гипотеза андрей икс не торопитесь еще одна минута почему глава корпорации приходит на работу и танками занимается которые так нужны на восточном фронте а каждый день то один журналист ему не угодил у него деньги вынимали то собчак разместила пост как чемизов внимание пришел на день рождения к своему приятелю детства не в гей-клуб не в бордель а квартиру своего друга детства якобы за этот пост чтобы его сняли что плохого то человек поздравил друга детства да с днем рождения свой выходной кстати свободный вечер в треволе 16 миллионов там все шито белыми нитками то что сегодня это показатель что вся страна заговорила я и с песком сегодня поговорил и чемизову позвонил спрашиваю что это что это как неснос чемизова и очередной удар по путина ведь кто-то сознательно создает образ из россии образ страны в которой неприятно жить если к свидетелю с болгаркой могут прийти аж 20 человек в с автоматами двумя собаками и кстати не один кто из них сапоги не снял рассказал его помощнику я предупреждал что и бичевизов будет трепаться везде как некого ромали который плохо понимает что делает то собчак то караулов женщина записала она знает мой номер телефона в его приемный я жду его звонка я хочу с ним договориться объясниться я хочу понять что нам делать дальше потому что ну ей богу меня трудно напугать мне 65 лет я хочу сказать что я буду делать дальше как по ночи ничего не выходит вы пианиному я Продолжение следует...